На днях Ленинский район посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Лысаков. За поездку он познакомился с работой нескольких учреждений, в их числе ветеранская организация, детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин». Визит гостя стал полезным и для жителей нашего района, ведь они смогли напрямую обратиться к представителю власти с проблемными вопросами. Подробности далее. В начале рабочей поездки депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Лысаков совместно с главой Ленинского района Сергеем Кошманом посетил Ленинскую районную общественную организацию ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Депутат познакомился с работой учреждения, пообщался с коллективом и узнал о том, что ветеранской организации уже 27 лет. Она насчитывает в своих рядах более 14 тысяч категорий людей старшего поколения, которые активно и успешно осуществляют свою деятельность. К примеру, в организации каждый день ведётся приём граждан, даются бесплатные юридические консультации. Я таких организаций не видел. Такого порядка, такой аккуратности, такой организованности, такой инициативности. Я думаю, что не то, что вы там организация, Совет ветеранов и лучшая Московская область. Я думаю, что и другим регионам есть чему поучиться. В ходе встречи с депутатом ветераны задавали интересующие вопросы. Вячеслав Лысаков пообещал тщательно в них разобраться и постараться решить. Следующим объектом посещения делегации стал оздоровительно-образовательный центр «Дельфин», на базе которого впервые организован детский лагерь дневного пребывания. Руководителей встретила начальник управления образования Ленинского района Ольга Титова. Она и провела экскурсию по учреждению. Занятия в бассейне, весёлые старты в гимнастическом зале. И это лишь часть спортивных занятий в лагере. Для меня спорт – это очень важно, потому что я сама спортсменка и люблю почти все виды спорта. Тут есть очень прекрасная, хорошая возможность тренироваться, получать новые навыки. Основной акцент сделается на спорт и на оздоровлении детей, чтобы дети за 21 день получили заряд бодрости, энергии на всё оставшиеся лет. Закончив с темой спорта, Вячеслав Лысаков и Сергей Кошман отправились в Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», где приняли участие в презентации книги жителя поселения Анатолия Бабича «Дети войны, дети победы». Человек, который добился всего сам, босый, как говорится, голодный, начинал с нуля. Практически никто столько своим трудом, своей головой, своей душой достиг всего. Анатолий Григорьевич – офицер в отставке. Сейчас ему 75. Во время Великой Отечественной войны он был ребёнком. Воспоминания того времени, как раненая часть души, теперь живут на страницах книги. Дети войны – это особый клан, это особые люди. И особенность их заключается в том, что они росли, развивались и мужали совместно со страной, которая в муках после Великой Отечественной войны восстанавливала свои силы. «Дети войны, дети победы» – первый труд автора. Но жизнь героев строчками из книги не заканчивается. Вот и тема для продолжения рассказа. Пусть эта история продолжается. Почему? Потому что вот ведь благодаря таким неравнодушным, интересным людям, как Анатолий Григорьевич Бабич, мы пишем свою историю. А значит, мы о себе оставляем след. В заключении мероприятия Сергей Кошман и Вячеслав Лысаков поздравили автора с выходом книги и вручили награды. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.